Мы прибыли в славный город Мюнхен, где сегодня состоится первый полуфинальный матч между Францией и Испанией. Пока двинем город, как обычно. Сегодня будет у нас по плану Английский сад, Китайская башня, ну и потом Центр инфутбол. Вот такие планы. Смотрите нас и переключайтесь. Сегодня будет интересный матч, право за выход в финал на Олимпиаштадион в Берлине. Вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, мы в Английском саду, немецком городе Мюнхен, и вот с видом на Китайскую башню. Купили у предприимчивых людей из Венгрии рыбку. У меня макрель, но это обыкновенная скумбрия на гриле. Данная рыбка и компотик с черно-смородиной или с крыжовником, не знаю из чего, мне обошлось в сущие копейки. Какие-то 18 евро. Полакомимся, а потом еще пройдем по Олимпиаштаду. Всем, кто обедает или ужинает, приятного аппетита! В Мюнхенском Олимпиаштаде есть не только место, где можно покушать, выпить, но и покататься на серте. Что вы видите? Говорят, что катаются даже зимой, а ночью одевают на обувь фонарики, чтобы друг друга не ударить. Видно в процессе. Катание, по волне. Да, футбол на фронтмайнинге сегодня вообще практически не пахнет. Идут все, кто угодно. Голландцы, австрийцы, швейцарцы, люди в майках арабских клубов, но нет французов и нет испанцев. Хотя до футбола у нас два с половиной часа, но просто вражняк какой-то. Совсем не футбольная атмосфера. Невеселые полуфиналы. По крайней мере, первый полуфинал крайне невеселый выходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Восемьдесят пятую минуту матча. Уже даже восемьдесят шестая, да. Испания отхвитала. Один мяч тоже забил, второй. И вполне себе комфортно доводит матч до победы. Думаю, наверное, скорее всего так и останется, или испанц забит третий. Не похоже на то, что Франция отыграется, не ее футбол. Обычно Франция отыграет от обороны и расхудшивает свою пружину. Забираем на команду в атаках, но здесь же приходится играть в атаку, что не получается. Думаю, что первый в финале все известны для команды Испании. А мы завтра уже двигаем на новый, второй полуфинал в Дортмунд, где посмотрим на Англию против Нидерландов. Снова полная платформа людей. Как вы думаете, когда будет следующий поезд? Все правильно через 9 минут. А зачем раньше пускать? Все по расписанию через 9 минут. Так что ждите. Организация просто никакая. Я уже замучился об этом говорить, но это просто нереально. Вот полная платформа людей, если чипой ждать 9 минут. Никто не может подогнать их раньше и больше. Покидаем Мюнхен вместе с сборной Испании со счетом и вместе со сборной Францией на счете, если так можно сказать. Но мы не покидаем евро. Все еще продолжается. Приключение должно продолжаться. И сегодня второй полуфинал в Дортмунде. Англия против Нидерландов. Поехали на электричке. Сейчас 5 часов нас ждет увлекательное путешествие, надеюсь. Всего 6,5 часов и я в Эссене. Классическое уже опоздание Дотчебана на 1 час. Вместо 5,20 ехали 6,5. Эссен, можно сказать, пригород Дортмунда. Сейчас брошу вещи в гостиницу, потому что в Дортмунде очень нигде не остановиться. И двину уже непосредственно на полуфинал Голландии против Англии. Или Нидерланды против Англии, как бы их больше нравится. Играет музыка. Ну вот мы на втором полуфинале в Дортмунде. Позади меня успели поменять белый мяч на мяч полуфиналов и финалов. Это серебристый, пупырчатый, более пупырчатый мяч. Сейчас пойдем внутрь, посмотрим на Англию против Нидерландов. Или против Голландии, как кому интересней. Мы будем болеть за сбор Нидерландов, потому что уж очень красивые болельщики у них. И надеемся, что в Берлине будет вообще просто пушить оранжевое море. Вообьё. Они говорят, что вы, попробуем максимум целевая море. Одного, для того, чтобы забрать единственный гуко, комбинат. Вот это вполнеần, которое заществует создавание! Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыку. Играет музыка. Играет музыка. Ну что рассказать вам, молодые львы, команда Гарта Саутгейта, сборная Англии, до Крамала, до финала, где сыграет. Воскресенье в Берлине с феноменальной сборной Испании. Ну и еще хочется коснуться транспорта. Если электричка идет с центра Дортмунда до стадиона 5 минут в обычное время, после матча она, почему, дает 30 минут. Вагоны некондиционируемые, полны людей, стекла все. Аж по стеклам бежит роса, а по людям бежит пот. Просто идет, останавливается на 10 минут, еще на 10 минут, еще на 10 минут. В итоге ты не 5 минут едешь, а 30. Ужасный, безобразный немецкий транспорт. Куча в городе поникших, уставших голландцев. Больше половины их не было на стадионе, они просто бухали в фан-зоне, в кабаках и так далее, потому что, говорят, приехало 70 тысяч, на сегодня было около 20. Ну а мы, мы двигаем Берлин. Всем спокойной ночи. Погожий воскресный день в Берлине. Мы находимся в Тиргартене. Это один из самых больших парков Европы. Для сравнения, он почти в два раза больше, чем лондонский гайдпарк и всего лишь чуть меньше, чем нью-йоркский централ парк. На календаре у нас 14 июля. А что это значит? Это значит, что это день финала Евро-2024 в Берлине. Сейчас прогуляемся по Тиргартену, построим колонну Победы, потом поедем в замок Шарлатенбург, а потом уже окунемся в веселье и ожидание главного праздника Евро-финала Евро-2024. Вперед! За моей спиной замок Шарлатенбург. Это загородная резиденция, бывшая загородная резиденция немецких королей. Совсем рядом здесь находится Олимпия-штадион, где сегодня пройдет финал Евро-2024. А еще раньше здесь был известный берлинский аэропорт Тегель, который сейчас закрыт. Пойдемте внутрь. Тайным домиком, который за моей спиной, мы заканчиваем прогулку по парку и Творцу. Павел Тимбург. Честно сказать, я ждал чего-то большего. Надежда увидеть, что это похоже на венский Шонбрун, но нет, к сожалению. Здесь намного все попроще и запущенней. Если вы будете в свободное время в Берлине, можете съездить сюда, погулять по парку, посмотреть на дворец, который, наверное, скоро откроется после реставрации. А так я бы не тратил время. Погнали в центр на футбол? Погнали! Ну а по пути в центр мы заскочим еще на несколько интересных берлинских мулек. Сейчас пройдем к бункеру, где умер, по слухам, опять-таки, умер Гитлер. Потом у нас будет кусок настоящей Берлинской стены, а потом будет пивная кисть. Это необычная башня, созданная при ГДР. Слухи о том, что Гитлер находился здесь и умер здесь, оказались всего лишь навсего туристической ловушкой. То есть турагенты говорят об этом, вызывают сюда. На самом деле здесь этого не было и быть не могло, потому что это было обычное гражданское бомбоубежище. Но плакаты, очень много плакатов говорят о Гитлере, и народ сюда идет, чтобы потратить свои 12 евро. Но мы в эту ловушку не попались, тратить деньги не стали, и сейчас двигаем на берлинскую стену. Вот эти вбитые трубы, уходящие вдаль, символизируют как раз берлинскую стену, которая стояла здесь. И здесь находится и участок, который наиболее хорошо сохранился. Показывает о том, как было, не знаю, круто или ужасно жить по обеим сторонам стены. Наверное, для кого-то круто, для кого-то ужасно. Пойдемте вперед. Ну, в принципе, впечатляет. Будете на Бернауэрш-трассе, рекомендую здесь кусок, километра полтора, который четко показывает, как все было устроено. То есть одна стена, потом вторая внутренняя стена, короче, проволока, перепаханное поле, травы и вышки солдат. Потом вторая стена, все широко, все прям круто. Наверное, после Великой Китайской стены вторая стена, построена руками человека против человека. Ну, достаточно круто. Я рекомендую Берлине это место, Бернауэрш-трассе, запомните. Мы на южной окраине Берлина. И позади меня интересное футуристическое здание. Не знаю, назвать может быть зданием или как. Конструкция называется Вирпинсель или пивная кисть. Раньше здесь был ресторан, потом выставки, сейчас, по-моему, здание бездействует. Вот такая вещь, построена необычная, очень на юге Берлина. Интересно, очень интересно по типу мусорного завода, мусорожигательного завода Кундертвассера в Вене. Здесь это, мне кажется, еще более необычно и футуристически вписано в пейзаж. Ну и граффити БСЦ Герта как бонус. Вьетнский стадион Он тот самый известный за моей спиной. Ровно два часа до финала. Пойдемте в игру, там уже насладимся игрой. Здесь уже, как говорится, сложно говорить, кто выиграет, кто проиграет. Будем надеяться на Испанию, но наслаждаться просто финалом и игрой. Это больше, чем футбол сегодня. Надеюсь. Вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Испания чемпион Евро 2024. Остальное, я думаю, вы видели по ТВ и по нашим передачам. Всем спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Евро 2024 в Германии. В частности, Берлин дошел к концу. Мне, лично мне удалось посетить 17 из 51 матча, что составляет ровно треть. Это, можно сказать, был, наверное, один из лучших месяцев в моей жизни. А в фанатском плане, может быть, даже и лучший месяц в жизни. Это, может, 6 евро. Надеемся, что мы с вами увидимся на чемпионате мира в Канаде, США, Мексике или же уже на чемпионате Европы в Англии. А на этом у меня все. Берлин прощается с каналом МКВП. И мы прощаемся с вами. Смотрите нас на будущее. Субтитры создавал DimaTorzok